Ни на одном другом аппарате мы не можем получить такого эффекта малой травматичности. То, что отличает систему Вейзер от многих других, мы можем делать на пасах с очень больших объемов, не боясь кровопотерей. Мы все равно стараемся живот сделать максимально анатомичным, то есть выделением естественных линий анатомических. А две руки нельзя на этом аппарате? Можно, я и говорю, что мы работаем как... Смотрите, ультразвук один, но отсоса можно делать два. А можно один ультразвуком, а другой отсос? Мы так и делаем. Да? Да. В передней поверхности живота мы убрали 4 литра 400 миллилитров жира. Вот. Обработали примерно до этой границы. Поразило, как Владимир Александрович при помощи Вейзера оперирует таких массивных пациенток и забирает такие значительные объемы жира. Все-таки без использования Вейзера не получится провести такие объемные операции. Вейзер помогает именно работать с объемами. Мы перешли к спине. Для наглядности мы выполнили посадку с одной стороны. То есть мы убрали жир с правой половины. Работали сверху донизу. Для того, чтобы была более видна разница на контрасте. Не знаю, насколько там на камере будет заметно, но здесь мы видим возвышение, да? Какие вот здесь складки формируются в положении стоя. Здесь этот рельеф абсолютно ровный. В зоне перехода от поясницы к ягодичкам мы создали более глубокую линию с переходом к ягодице и к ведру. Убрали жир из подмышечной области. Ну и вот можно посмотреть, насколько видна разница между правой и левой половиной. Очень интересный познавательный мастер-класс. Удалось увидеть все практические зоны. И это продемонстрировало, насколько хорош Вейзер в работе. Я думаю, что это практически отравматично, без кровопотери, несмотря на огромный объем проделанной липосакции. Я думаю, что в дальнейшем данная технология будет взята на вооружение в нашем сационаре. Большое спасибо организаторам и доктору, которым просто замечательно. Общий объем удаленного жира составил почти 8 литров. 7900, если быть точным. На этом этапе мы, конечно, еще получаем только то, что убрать результатом на столе. Мы уже по нему можем сказать, что удалось достичь достаточно выраженного прогиба в талии, то, о чем хотела пациентка, достаточно выраженного перехода от спины к ягодичкам. Удалось подобрать складки, которые находились под биджгалтером. То есть в этих местах достаточно выраженные локальные жировные отложения были. Мы выровняли всю площадь поверхности в ноль. Продолжение следует...